Всем доброго здоровичка! Сегодня 23 февраля 2015 год, первый день Великого Поста. Два года до этого я первый день Великого Поста голодал. В этом году решил не изменять свои традиции и сегодня первый день моего голодания. Голодать буду на воде, ухожу на четырехдневное голодание, по крайней мере так планируют делать. Буду снимать по этому поводу видео, информационные, краткие ролики, как проходит весь процесс, что и как происходит, одним словом. Итак, взвешивание, первый день. Весы показывают 74 килограмма 900 грамм. Второй день, говорю шепотом, потому что все мои еще спят. Потому что на часах 5.50 утра проснулся я сегодня в 4.45. Почему так рано? Потому что на голоде организму не нужно много спать для сна, для восстановления нервной системы. Ему нужно меньше времени. Поэтому, кто планирует голодать и кто будет голодать, рассчитывайте на то, что спать будете мало, но в принципе крепко. Я уже встал, почистил зубы, купил водички, сделал разминку, открыл ноутбук, проверил почту и вот решил снять вот это вот первое видео. Мой вес второго дня составляет 73 600. Третий день моего голодания, я гуляю и вот несмотря на то, что 25 февраля, что вот зима еще как бы комендарная, но как видите вороны уже активизировались, общаются интенсивно. Это слышно, строят гнезда, то есть весна уже на подходе. Я сейчас нахожусь у такого пруда, который находится недалеко от моего дома, там метров 800. Вот здесь люди даже купаются, уже 4 человека при мне купались в этой холодной довольно воде, то есть каждый оздоравливается по-своему. Лично я на голоде даю физическую нагрузку организму, эта нагрузка должна быть обязательно. Естественно, тягать железо нельзя, бегать в марафонской дистанции нельзя, а вот прогуливаться это очень нужно, это обязательно. Гулять нужно как минимум 3 раза в день, как минимум по 30 минут и еще лучше максимально долго находиться на свежем воздухе, потому что физическая такая щадящая активность, она усиливает обменные процессы в организме и процессы очищения происходят намного быстрее, усиливаются, скажем так. Я просто гуляю в таком неспешном порядке, в нормальном легком темпе и как результат свежий воздух благотворно влияет на процесс голодания. Еще один очень важный аспект и момент голодания, о котором сейчас расскажу. Вода, полтора литра, теплая, ну такая градусов 30-28. В эту воду я добавляю 1 чайную ложку соды, также я туда добавляю 1 чайную ложку соли. Все это нужно размешать, чтобы сода и соль растворились. И этой водой нужно делать клизму. Без клизмы делать голодание на воде просто бессмысленно. Клизма делается 1-3 раза в сутки. Вес на третий день составил 72,600. Четвертый день голодания, очередное взвешивание и вес мой 71,500. Пятый день. Сегодня я планирую выходить из голода и мой вес составляет 71,100 кг. Еще один важный аспект в голодании на воде это вода. Я лично пью не менее 2 литров воды. Очень важно не допускать появления жажды. Это значит ваш организм обезвожен. То есть я просто все время около меня находится стакан с водой. И я так, глоточек 2-3. Больше всего жажда утром, когда просыпаюсь, а я выпиваю залпом. Ну не залпом, то есть взял, за раз выпил вот такой стакан воды. И могу еще там полстакана. А потом в течение дня выпиваю эти 2 литра минимум. Иногда выпиваю 2,500, иногда может быть даже 3. Я в принципе не считаю. Ну то есть не менее 2 литров воды. Воду я пью или обычную очищенную, или вот как сейчас беру, пью воду талую. Пятый день, вечер, 20-30. Именно сейчас начинается у меня выход из голода. Выход из голода это очень важный момент. Особенно если вы голодали более 3 дней. Особенно если 7, 14, там я не говорю уже о 21 дне. Это очень важно. И выходом можно только закрепить полученный позитивный результат от голода. Или можно ухудшить намного то, что было раньше. Объясню. Вообще выходить из голода нужно столько времени, сколько вы голодали. 3 дня, значит 3 выходим. 7, значит 7. 21, значит 21. То есть в течение этого выхода из голода нужно очень постепенно увеличивать количество пищи. Вообще это тема отдельного разговора. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Это мне говорить на минут 15. Собственно, как я буду выходить из голода? Выхожу первый день. Сделал себе сок. Выходит в основном на соках. Сделал морковный сок. Причем выходит на соках не на покупных, а на свежевыжатых, на фрешах. Сделал полстакана сока. Добавил тоже полстакана воды. То есть один к одному развел. И вот этот сок я буду пить маленькими глоточками и растяну там на минут 30-40. Завтра на второй день выхода я буду пить. Утром еще тоже выпью стаканчик сока один к одному с водой. А дальше буду переходить на сок чистый морковный. То есть выпью завтра думаю 2 стакана. Один разведенный стакан морковного сока. Другой цельный стакан сока. На третий день я планирую тоже выходить на соках. Хотя говорят можно по чуть-чуть овощи включать. Но я выйду на соках. Цельных. Плюс буду в них добавлять по чуть-чуть морковного жмыха. Который остается в соковыжималке. Ну а потом уже буду на следующий день включать по чуть-чуть опять сок. Салат из капусты без масла, без соли, без уксуса. Просто обычная тертая капуста и может быть добавлю морковь. Даже без лука. Ну и потом 5 дней тщательное и легкое питание. Ну и естественно на 6 день никто не будет есть. И не рекомендую никому. Ну там булки, котлеты и много. Нужно постепенно возвращаться к режиму питания. В принципе вот такой вот получился у меня опыт голодания. Если у вас возникнут еще вопросы, пишите в комментариях. Естественно отвечу. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok